Сарга 84. История Каркати о росте побега ума. Васиштха сказал. О Рама, я рассказал тебе с самого начала всю прекрасную историю демонши Каркати, жившей в Гималаев. Рама спросил. О мудрый, поведай мне, почему эту черную демоншу Ракшаси, жившую в горной пещере Гималаев, называли Каркати, что означает «краб». Васиштха ответил. Существуют разнообразные семейства у демонов-ракшасов. Какие-то из них белые, другие черные, третьи зеленые или светящиеся. Она была дочерью демона по имени Карката, похожего на краба. Была черной и имела форму краба. Я рассказал тебе эту историю, потому что вспомнил вопросы Каркати в связи с нашим обсуждением высшего «Я», сущности себя, при рассмотрении строения Вселенной. Из какой безначальной и бесконечной изначальной причины кажется возникающим для меня этот проявленный мир, при этом как будто не возникая? Подобно тому, как по воде бегут волны, и отличаясь от нее, и не отличаясь. Также эти существующие, прошлые и будущие творения пребывают в высочайшем сознании. Как огонь, не горящий, но воображаемый в красных ветках, не согревает глупых обезьян и других существ. Также Брахман видится как разнообразие этого мира, оставаясь всегда неизменным и нераздельным, и не становясь творцом. Этот мир появляется, хотя никогда не рождался Орама. Как по глупости возникает восприятие фигуры в древесном пне, как из семени появляются листья и плоды дерева, будучи не отличными от семени, но кажущиеся отличными от него, также в чистом сознании проявляется видимая вселенная, которая кажется отличной от сознания, хотя не отлично. По причине неделимости единой реальности нет различий между семенем и плодом, и нет в реальности разделения между сознанием и воспринимаемым миром. Как нет разделения между водой и волнами. Из-за невежества видится разница между ними, которой не существует. То, в силу чего разница появляется, пропадает при развлечении. Это заблуждение как пришло без причины, так пусть и уходит Орама. Отбрось его без остатка, и ты пробудишься к истине. Когда, услышав мое учение, ты уничтожишь окова заблуждений, ты сам познаешь нераздельную реальность за всеми словесными разделениями. Несомненно, от одного слушания моих слов пропадут ум и множество порожденных им неверных понятий. Исчезнет невежество. Все возникает из Брахмана, и все есть только Брахман. Внимая мне и пробудившись, ты познаешь эту высочайшую истину. Рама спросил, о мудрый, ты говоришь, что вселенная возникла из Брахмана, что подразумевает разделение. И как тогда понимать, что все не отдельно от него? Васишдха ответил, идея разделения используется в писаниях для учения или же в мире для удобства различения и разрешения споров. Видимые различия не реальность, а общепринятая договоренность, нужная для взаимодействий, но нереальная, подобно выдумке привидения для игры. Как в воображаемом городе нет ни двойственности, ни единства, но различия видятся, таким же образом нет проблемы в том, что различия создаются для объяснений и взаимодействий. Понятие причины и следствия, различий между мной и моим, смысла и доказательства, частей и целого, разделения и нераздельности, разнообразных изменений, Заблуждения, игры эмоций, знания и незнания, счастья и несчастья, эти и прочие ограниченности, лишь иллюзорные представления, созданные для пояснения для непонимающего. В реальности разделения не существует. Все эти разговоры ведутся только по причине непонимания. Когда есть знания, двойственности не существует. Когда осознается истина, разделение прекращается и остается лишь тишина. Все есть только единое, не имеющее начала и конца. Нераздельное и безграничное. Со временем придя к мудрости, ты поймешь это как истину. Невежественные спорят, выдвигая несчетные аргументы. Такие споры продолжаются только до учения недвойственности. Когда известна истина, двойственности не существует. Без понятий о речи и говорящем не появляется двойственность. В отсутствии двойственности остается только тишина. О, рама! Твердо устремившись рассудком к пониманию смысла великих ведических утверждений, отбросив словесные разделения, слушай то, что я тебе говорю. Подобно воображаемому небесному городу, возникшему не весть откуда, ум разрастается этой иллюзией, которая увеличивается сама по себе и называется творением. О, безгрешный! Слушай внимательно мои объяснения и примеры, дабы понять, как ум создает эту иллюзию мира. Выслушав меня и убедившись, что весь этот мир является заблуждением, о, рама! Ты полностью отбросишь привязанности. Поняв, что все три мира – лишь порождение ума, оставив все, ты в полном спокойствии будешь пребывать в самом себе. Сосредоточившись на смысле моих слов, ты приложишь усилия для исцеления болезни ума лекарством мудрого развлечения. Осмыслив историю, которую я собираюсь рассказать, ты поймешь, что видимый мир – это лишь продолжение ума, а тело и все прочее не существуют, как нет масла в песке. Сансара – только ум, искаженный желаниями и другими понятиями, когда он от них освобождается. Кажущийся видимый мир тоже прекращается. Устремление, защита убеждений, развлечения, благородные действия, накопление, взаимодействие, передвижение, украшение, соединение – все это является исключительно умом. Воображая три мира, сам ум, будучи пространством, содержит в себе все и со временем разрастается понятиями «я» и «моё». Сознательная часть ума является источником осознания всех понятий, а его бессознательная часть является иллюзией видимого мира. Сначала творение – нерожденный, не имеющий формы создатель, как будто видит, не видя, несуществующую грезу земли и всего остального. Длительным осознанием он видит творение, жизнь и разрушение вселенных осознанием материального, горы и прочие объекты. Тонким восприятием он воспринимает тонкое. Поэтому тело нереально, а является пустотой. В силу вездесущности сознания, ум, являющийся сознанием, принимает форму собственного осознаваемого объекта, как солнечный свет в воде, распространяется, наполняя ее спокойствием и чистотой. Ум воспринимает иллюзорный мир из-за невежества, как ребенок видит привидение. При осознании истины он узнает свою высшую природу полного и нераздельного сознания. Внимай мне! С помощью историй и толкования писаний я расскажу тебе о том, как Атман, высшее сознание, становится видимым миром, создавая иллюзию разделения и нераздельности. Поведанная история, несомненно, достигнет твоего разума с помощью примеров, затрагивающих сердце и приятной речи, полной смысла. Подобно маслу, растекающемуся по воде, она покрывает сердце слушающего, уничтожая все сомнения. Речь, которую сложно понять, в которой нет примеров, полная неприятных слов, взволнованная, нелогичная и несвязанная, не достигает сердца слушающего. Она бесполезна, как подношение масла, вылитого на потухшие угли. Те речи и рассказы, что полагаются на достоверные источники, приятны для слушателя и полны примеров, будут хорошо приняты и воссияют, наполняя светом сердца людей, как свет солнечных лучей освещает Землю. Такова сарга 84-я история Каркати, о росте побега ума, книги 3-й о создании Маха Рамаяны, Шрии Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике.